...заблуждение. Обычно по действующему законодательству указана одна дата производства, другая конечная дата. Поэтому мы подумали, что это будет товар из будущего. Но, прочитав этот маленький, маленькими буквами текст, я обнаруживаю, что тут есть две даты конечных, две даты конечного срока реализации. При температуре от 10 до 18, при температуре от 0 до 10, это нарушение действующего законодательства, потому что слишком сложно прописано для простого потребителя. Так нельзя прописать. Всегда указывается или дата конечная, или дата производства. То есть, я прошу извинения, но это конечный, то есть, это две даты. А в том магазине они сняли просрочек у вас с вами? Дата производства нет. Производство как таковой даты отсутствует, выходит. То есть, тогда вчитаться, они не указали, сколько... Опять же, ограничили вас, как потребителя в информации, штраф 30% от партии на производителя. Но, видите, вышел на рынок с такой маркировкой. Как, собственно, выяснить, у вас еще посрочный или непосрочный, может он действительно так произведен? Фактически, да. То есть, вас ограничили, вы не понимаете, сколько срока реализации данного изделия. Но в том магазине там были даты, просто я смотрел, десятый месяц, и я не понял, я подумал, что это задний. А это, оказывается, товар был там уже просрочен, мы его не сняли. К сожалению, надо просто предать свою вину иногда. Ну, в общем, что вас сейчас будет интересовать?